Всё как везде! Всё как всегда! Пиратская школа! Кто-то рисует на афишах, и артисты отказываются выступать. Кто? Кто это сделал? Прочь! Прочь из этого места! Вон ещё одна певица сматывает удочки. Дорогой губернатор, я ничего не имею против усов, когда они в меру. Но вот это! Это оскорбление! И не столько меня! Сколько моей музыки! Мы его поймаем, госпожа Жужу! Обязательно поймаем! Вот когда поймаете, тогда и приглашайте! Жужу! Когда-то мы любили друг друга. И это была любовь бескрайняя и бездонная. Но шкипер с медузой оплатил ей учителя пения, и она ушла к нему. К шкиперу? К учителю пения. Я думал, что наша любовь бесконечна. Но всё когда-нибудь заканчивается. Неужели всё? Абсолютно. При том в самый неподходящий момент. Не волнуйся, Бобо. Мама? Не волнуйся! Поздно уже волноваться. Папа? Еда кончилась. Всё. И везде. Доживай жизнь. Дети. Очень грустно сажать в тюрьму ребёнка. Но если выяснится, что рисуют усы на афишах, кто-то из вас... А где Бобо? Не знаю. Тсс! Что из-за него наш скорбный остров покинули музы. И все мы проваливаемся в бездну бескультуре и духовной нищеты. Я закую этого вандала в цепи! Но это не я! Когда вы узнаете, что я не виновен, может быть, слишком поздно! Я что, сильной красочки сгостил? Он здесь. Бобо, что ты делаешь-то? Я хочу быть готовым к тому дню, когда закончится еда. А она что, заканчивается? Всё когда-нибудь заканчивается. Я примерно рассчитал, сколько нужно еды для меня. Но я не хочу остаться один. Я хочу, чтобы была и мама, и папа, и вы, и все, кто мне дорог. Мне нужна ваша помощь. Нам надо успеть запасти очень. Очень-очень. Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-много-еды! Бобо, прекрати! Поставь продукты обратно на полки. Сардинки! Потом мне спасибо скажете. Томатный соус и крыжовник у тебя? Бутерброд? Угу. Бутерброд долго не хранится. Когда еда закончится, все ринутся к нам. Точно! Как я сразу не понял? Мы же будем править миром! Хочешь есть, подчиняйся! Дело не в этом, Фитиль. А в чём? Дело в том, что еды на всех не хватит. И у нас захотят отобрать её. Нам нужно к этому... ...подготовиться. Чем вы тут занимаетесь? Мы готовимся ко дню, когда кончится еда. А со мной поделитесь случай чего? Боюсь, что нам хватит только для самых-самых-самых близких. А для самых-самых? Для самых-самых уже не хватит. Надо как-то сказать им. А духу не хватает. Скажи им! Обязательно скажи им! Обязательно! Господин учитель! Я должен вам кое в чём признаться. Что ты опять натворил, Бобо? Я хочу сказать, что не смогу обеспечить вас продуктами, когда закончится еда. Простите меня. Если сможете. В таком случае не надейся на хорошие отметки в этой четверти. Как ты ко мне, так и я к тебе. Справедливо. Ветчина. Срок хранения. Ещё месяц. Отнести домой? Нет. То, к чему мы готовимся, может произойти в любой день. Даже завтра. Эй, народ, я узнал, что вы тут убежище готовите. Только для своих. Своими мы никогда не будем. Но вот вам ключ от нашей кладовки. Насобирайте там жратвы на мой входной билет. Ты и твои родственники? Они запретили мне смотреть телевизор. Так что нет у меня теперь родственников. Слышь, пошли купаться. Слышь, пошли купаться. Бобо, ты идёшь? Нет. Надо сторожить. Всё это. Бобо, ты здесь? Ага, сторожу. А родители? Сказал, что неделю буду ночевать у Киля. Мы навестили кладовку к Люсни. Как бы ему не влетело. Фикиль подрисовал усы на семейных фотографиях. Все подумают, что это сделал тот, кто разрисовал афиши. И вот этого я не делал. Господин начальник полиции, вы собираетесь что-нибудь предпринимать? Мы подготовили ему ловушку. Убрали все афиши. И целую неделю у него не было возможности подрисовать кому-нибудь усы. А как же это? Он испытывает творческий голод. А это никак не сможет его утолить. Извините за откровенность. Ему нужны афиши. Изображение артистам. И мы сегодня вечером вывесим три афиши. Клетки. А клетку поставим на площади. И когда он туда зайдет, клетка захлопнется. Хочешь, я посторожу, а ты сходишь в школу? Ты же так все пропустишь. Потом трудно будет наверстать. Скорее бы это все началось. Устал уже ждать. Все-таки будет лучше, если это не начнется. Все когда-нибудь да начинается. Ты говорил, что все когда-нибудь заканчивается. Эй, его поймали. Афишного маньяка поймали. Того, кто подрисовывал усы. Он сидит в клетке на площади. Я же говорил, что это был не я. Говорил. А вы все сомневались. Я... Я и сам уже начал сомневаться, что это не я. Это ты? А, мальчик, который боится, что закончится еда. Зачем ты рисовал на афишах? Я очень люблю рисовать. Но так и не смог научиться. Те портреты, что я рисую сам, неинтересны. А здесь смотри. Усы. И сразу схвачен характер. Но ты тоже схвачен и посажен в клетку. Ты про это. Хе-хе, я тебя умоляю. В настоящей клетке живешь ты. Из страха перед завтрашним днем ты сделал себе тюрьму. И ее прутья прочнее любой решетки. Но я боюсь, чтобы лучше подготовиться. Всегда наступает какое-нибудь завтра, в котором заканчивается что-то хорошее. Но в это завтра может и начаться что-то другое, тоже хорошее. А сможешь ли ты увидеть это начало, когда ждешь только плохое? Нет. И вот с каждым завтра у тебя что-то заканчивается, и ничего, ничего, ничего не начинается. Ты беднеешь с каждым днем. А должен наоборот. Господин начальник полиции, что вы делаете? А что? Мне показалось, что все так впечатлились этой трогательной речью, что решили его отпустить. Вот еще новости. Закройте решетку. Киль, проснись. Вставай! Вставай! Просыпайся! Извини, я пошел домой и забыл, что ты ждешь меня здесь. Переночуешь у меня? Можно. А кто будет сторожить убежище? Никто. А как же запасы? Завтра разберемся. Завтра? А оно будет? Да. Завтра начнется что-то хорошее. Хорошее. А что именно? Увидим. Ждать осталось совсем недолго. Питель! Питель! Тебе не догнать меня, коротышка! Во-первых, я никуда не спешу. Во-вторых, тебе, кажется, тоже. Не знаю, не знаю. Кажется, я завязал его двойным фламандским. Я успею развязать этот узел. Ты заплатишь за это, Питель! Это несправедливо! Несправедливо! А теперь беги в школу. Ты и так, наверное, и опоздал. И помни, ты большой и сильный. Свою силу ты должен использовать только во имя справедливости. Несправедливо! Бабушка, ты слышала? Там где-то несправедливость. Вперед, малыш! Справедливость! Чего мне справедливость? Я красивая и умная. Фитиль! Он мне завидует, потому что маленький и глупый! А если я сделаю тебя некрасивой и глупой, все будет справедливо? Нет, нет! Ты должен наказать Фитиля за то, что он нарушил правила! Выигрывать, нарушая правила, несправедливо! Точно! Повтори еще раз, пожалуйста. Выигрывать, нарушая правила, несправедливо! Ага! 123, 124, 125, 126... Пяти! Несправедливый! Я старался ради команды. Отдуваться мне одному! Выигрывать, нарушая правила, несправедливо! Что будешь с ним делать? Дам ему так, чтоб запомнил. Это несправедливо. Ведь он никого не бил. Да, его нужно наказать так же, как он поступил с другими. Выиграть у него, нарушив правила. Я не играю в азартные игры. Это может быть безобидный спор. Например, кто быстрее переведет старушку через дорогу. А-а-а! А-а-а! Помогите! Отпусти, окаянный! А-а-а! А-а-а! Чего стоите? Вызовите полицию! Отпусти! Я уже! А какие правила он нарушил? Правила дорожного движения. Здесь нельзя переходить дорогу. Спасибо. Это меня многому научит. Пойдем, 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 пойдем. А-а-а! А-а-а! Стойте! Это какое доброзрение. Мне еще никогда так ясно не была понятна справедливость. Я хочу с вами дружить. Хулиганы! Отдайте тележку! Стой! 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 Держите их! Держите их! Стой! Стой! Отдайте их! Не-е-е! А-а-а! Справедливость! 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 Апельсины. Справедливость! Послушай, это нехорошо, что ты науськиваешь такелажа на тех, кому тебе вздумается. А что значит вздумается? У меня четкий стратегический план. Еще чуть-чуть и запад острова будет во власти справедливости. В твоей власти! Хорошо, во власти моей справедливости. Справедливость не может быть твоя. Она всегда чья-то. Пусть уж будет моей. Текелаж должен знать. Ты убьешь его, Киль. Текелаж не перенесет этого знания. Какого знания? Ты должен сам решать, Текелаж, что справедливо, а что нет. А я и решаю сам. Если мне Фитиль говорит, что кто-то поступает несправедливо, я решаю, что так оно и есть. Сам решаю. Фитиль сам поступает несправедливо. Он обвиняет в несправедливости тех, кто не согласен с ним. А это неправильно. Фитиль, это правда? Конечно, нет. Это Киль сейчас поступает несправедливо. Обвиняй меня в несправедливости. Фитиль, это правда? Нет. Но попробуй решить сам. Не могу! Вы плохие, друзья. Вы оба несправедливы ко мне. А-а-а! Ну вот что ты наделал? У него было хорошо, у него была цель в жизни, стройная картина мира. Какие-никакие, но друзья. А этим что здесь надо? Кажется, я догадываюсь. Все, убежал. Друзья, я понимаю, что вы испытываете обиду на моего друга Фитиля. Но выслушав сейчас меня, вы простите его. Потому что поймете, как бывает слаба человеческая душа перед соблазнами. А-а-а! А-а-а! Молодцы! Я могу согласиться с тем, что мне досталось справедливо. Но тебя побили совершенно несправедливо. Объективно несправедливо. Я не могу с этим шмириться. Надо пойти и найти такелажа. Остав такелажа в покое. Иначе это никогда не закончится. Я беспокоюсь о нем. Очень беспокоюсь. Сидит где-то в одиночестве. И никто не может ему подсказать, что хорошо, а что плохо. Что справедливо, а что нет. Я должен его найти. Такелаж должен сам научиться понимать, что хорошо, а что нет. Это очень опасно. Вдруг его понимание будет расходиться с нашим. Такелаж против нас? Нет, ушки, простите. Такелаж никогда больше не будет против нас. Откуда ты это знаешь? Загляни в свое сердце. За это время мы и такелаж хорошо друг друга узнали. Мы знаем его, как мы знаем Бобо. Ничего мы не знаем. Ни про такелажа, ни про Бобо. Я Бобо. И я человек с обостренным чувством справедливости. Здравствуй, Бобо. Раньше я мог быть спокоен, если кто-то выигрывает у меня в фантике или не дает списывать. Но однажды мои друзья перевели старушку через дорогу в месте, где нельзя было ее переходить. И я понял, что мне трудно сносить несправедливость. Что он несет? Он в своем уме? Что это вообще такое? Общество анонимных пиратов с обостренным чувством справедливости. Эй, Бобо, иди-ка сюда. Часть моей жизни. Бобо, извините. Привет. Вы чего? Это ты чего? А чего я? Откуда у вас синяки? Вы потролись, что ли? Ты зубы не заговаривай. Что это сейчас такое было? Мои друзья перевели старушку в неположенном месте. Я теперь совсем другой. Бобо, это точно ты? Конечно, я. Кто еще? Здесь печеньки бесплатные. Приходишь, говоришь, что был таким, а стал таким. И из печеньки сколько в пузо влезет? Кто слопал все печеньки? Это несправедливо! Несправедливо! Это несправедливо! Ты выдаешь, малыш? Я знаю, кто-то поступил с тобой несправедливо. Говори кто. Я восстановлю справедливость. Я тоже раньше думал, что справедливость это просто. Но это оказалось не так. Один говорит одно, другой, другое. У каждого справедливость своя. И даже когда удается найти общую справедливость, все равно дойдется тот, кому он это не понравится. Поэтому нужно быть очень осторожным. Это так сложно, когда у тебя много силы. Ты говоришь очень правильные вещи. Видно, что ты много выстрадал в поисках справедливости. Подари мне свою дружбу и поделись своей мудростью. Вместе мы сделаем этот мир самым справедливым на свете. Ты хочешь, чтобы я тебе говорил, что справедливо, а что нет? Конечно. Ведь ты в этом понимаешь больше, чем я. Бабушка! Бабушка! Бегу! Бегу! Проголодался маленький. Нет, у нас найдется для него работа. Работа-то может и найдется. Маленький, но нам его не прокормить. Кормиться он будет сам. Ему нужна только справедливость. И я ему ее дам. ПИРАТСКАЯ ШКОЛА Как его зовут? Его зовут Матрос. Он какой-то вялый. Не выспался. Теперь у меня есть друг. Ты так говоришь, как будто у тебя раньше не было друга. А я? Извини, конечно. Теперь у меня два друга. Ты и Матрос. Мошенники, шельмы! Что там происходит? Я проклинаю вас! Крупная игра в кости. Если кто-то проиграл и начинает скандалить, его выносят и кидают в воду. Нашего директора школы так уже два раза кидали. А я и не жалуюсь. Потому что я всегда верю, что все будет хорошо. Идемте за мной, я вам докажу. Вы все проиграть! У вас нет ставка! Вам нечего делать здесь. Вот моя ставка! Два отличных крепца на любую галеру! Все будет хорошо. У вас есть на них бумага? У вас есть с собой документы? У меня есть справка, что я освобожден от физкультуры. Отлично! Проходите! Нашел камень на косу, кручу-верчу, косми-трясу. Святые ракушки! Я же говорил, все будет хорошо! Можно мы пойдем, господин директор? Да, спасибо, ребятки! Ага, давай назад все мое золото! То была ваша ставка. А вот это моя ставка. Это что еще такое? Мне нужно назад все, что я проиграл. Вы проиграете много. Поэтому и ставка должна быть много. Вольтер, самое другое, что у меня есть. Это просто попугай. Маленькая ставка. Хорошо! Я сделаю большую. Попугай и... Школа! Киль, ты идешь? Иди, иди. Я тебя догоню. Вот документы на школу. Вот от нее ключи. Гуд. Господин директор! Господин директор! Господин директор! Стоп, молодой человек! Нашел камень на косу, кручу-верчу косми-трясу. Ага! Нет! Нет! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Знаешь ли ты какую-нибудь школу, где свободно место директора? Нашу, боюсь, закроют. Господин директор, неужели вы перестали верить, что все будет хорошо? Если эти люди выиграли у вас столько денег, значит, они умные. А умные люди оставили бы школу как есть, а вас в ней директором. Вот увидите, завтра утром все будет, как прежде. Они решили сделать из школы стадион для тараканьих бегов? Возмутительно. Это гениально! Почему я сам не додумался до этого? Красиво! Смотрите, смотрите, несут чемпиона! Это Балтасар! Непобедимый Балтасар! Хорош, чертяга! Господин директор, смотрите, там ваш попугай. Прости меня, Вольти. Балтасар! Балтасар! Наши мелигушары! Ему нравится новый стадион! Не бы такого Балтасара! И все школы были бы наши! Господин директор! Кажется, я знаю, что нужно делать! Что вы задумали? Твой таракан спасет нас! Он выиграет забег, и мы вернем в школу! Но матрос почти не бегает. Мы его натренируем, а ты получишь пятерки по всем предметам. За работу! Нам нужно успеть, пока из школы не выветрился дух знаний. Матрос! 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 Беги, матрос! Беги! Матрос! Матрос! Главное, дыши! Дыши, матрос, дыши! 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 Кажется, он не дышит, господин директор. Мы и раньше не видели, дышал он или нет. Это же таракан. Но он уже пять минут не шевелится и ни на что не реагирует. Сердечный приступ. Матрос! 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 Матросик! Что они с тобой сделали? Эти жестокие люди! Мир так жесток, матрос! Все кончено. Господин директор, только не опускайте руки. Все будет хорошо. Мы что-нибудь придумаем. Ребята, думайте! Думайте, ну! Можно отыграть школу в карты. Играть в карты детям запрещено. Дело даже не в этом. А в том, что там игроки экстра-класса. Нам у них не выиграть! Кхе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Господин директор! Вольтер... Балтасар! Кажется, попугай хочет что-то сказать Принесите печатную машинку! Балтасар мой друг и хороший таракан Он хочет помочь Помочь с мягким знаком пишется Помочь нам вернуть школу Вам нужно выставить против Балтасара любого таракана Балтасар проиграет гонку Спасибо, это прекрасный план Но у нас уже нет таракана Смотрите, матрос ожил! Он шевельнул лапкой Молодец, матросик! Нет, и за что? Только сегодня вечером и никогда больше Суперзабег! Только два претендента на победу Чемпион Балтасар! И матрос! Балтасар! Балтасар! Царь очень похож на нас. Он издевается над соперником. Как там матрос? Мой матрос! Он еще жив! Он жив еще! Вы убили его! Браво! Браво! Молодец! Ура! Святые ракушки! Это какой-то... А нам? Документы на школу, ключи, попугай. Ура! Ура! Что нам нужнее? Скучная школа или веселый стадион для тараканьих бегов? Школа! 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 Ах, глупые вы еще. Ладно, давай! Ой, единственный друг. Я так тебя люблю. Я так к тебе привязался. Здесь лежит матрос. М-м-м-матрос. Был у меня один друг. А теперь два! Три! Я же говорил, что все будет хорошо. Пиратская школа. Мы их догоняли! Приготовиться к абордажу и поднять пиратский флаг! Есть! Поднять пиратский флаг! Уть-вуть-вуть-вуть-вуть-вуть-вуть! Вам конец! Сдавайтесь! Что такое? Что там смешного? Матрос! Где наш черный пиратский флаг с черепом и костями? Не знаю, капитан. А это было вместо него. Какой позор! Не могу понять, это салют или перестарелка? У пиратов паника и душевная боль, господин губернатор. А причина есть? Какой-то негодяй без чести и сердца крадет на кораблях пиратские флаги и... И заменяет на это. О-о-о! Ну-ка, ну-ка! Батчик! О-о-о! Ручная роспись! Это что? Кажется, женская юбка, господин губернатор. О-о-о! А мужского ничего нет? Пока не было. А с нашим флагом все в порядке? Сейчас посмотрю. Интересная понятная. Нас тоже подменили! А мужское? Женское! Да он смеется над нами. Поймать его будет сделано! Юнга! Не спускай глаз с флага моего корабля! Если он и утром будет так же величаво развиваться над гаванью, получишь этот золотой! Кейль! Я на соседнем корабле! Юнга! Юнга! Где гордый пиратский флаг? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Госпожа Трюм Это мое, но я не знаю, как это попало на место флага Да что вы говорите Проверим Что? Что вы собираетесь делать? Ха-ха, кисточка Прекратите Красочки Вы не имеете права А ну-ка нарисуйте мне тут То, что нарисовано там Прошу вас, оставьте меня в покое Быстро! Ну что ж, теперь мы знаем, что у нас на острове никто не умеет рисовать Я даже не представлял, как все запущено Но кто-то же рисует Так точно, господин губернатор Рисует Да Я считаю, что кто-то крадет пиратские флаги для продажи А разрисованное белье вешает, как издевательство Кому нужны пиратские флаги? Всем, кто хочет притвориться пиратом Слушай, Камбала Ты нам нужен как человек, который никогда не спит Так Мы будем на кораблях сторожить флаги Да А ты будешь стоять здесь И каждые пять минут устраивать перекличку Если из нас кто-то уснет Ты разбудишь его Я буду всю ночь рассказывать зловесие страстные истории И вы не уснете А капитан открыл сундук И выпустил мертвеца на полугу Мертвец бродил по кораблю в поисках своей голобы Парень, лучше тебе заткнуться самому Без посторонней помощи Да ты тоже заткнись Сам заткнись Нет, ты Да закройте варежку оба Чего? Это тоже все заткнулись? Да замолкни ты На Ах так Как больно Да захлопнись ты уже Это все из-за тебя Перекличка Киль Здесь Бобоб Здесь Фитиль Здесь Отлично Мертвец потюрил, что кто-то есть в кубрике И стал как-то не скрестить в дверь Камбала 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 Фитиль Обо Что там у вас? Камбала исчез А флаги? Вон Камбала Он что, лунатик? Похоже на то Смотрите Он снимает флаг Камбала Не буди его Он может упасть Надо за ним проследить Смотри Он собирает белье, которое вывесили на просушку Он спускается в подвал Там включился свет Смотри, сколько флагов Смотри на Камбалу Это он все разрисовывает Что? Не может быть! Я видел, как он рисует Как курицу лапой Это когда он не спит Рисовать не умеет А вот когда засыпает В нем просыпается тайный талант Ну зачем он свое художество вывешивает вместо флагов? Что? Зачем развешивать расписанное белье вместо флагов? А как еще вы предлагаете молодому таланту заявить о себе? Когда пиратская схуна догоняет корабль из далекой страны Все, кто на нем, взбегают на палубу И смотрят на флаг Который поднимают преследователи А там! Лучше рекламы в море быть не может Кажется, у него много скрытых талантов Переклить-ка! Что толку от этих флагов? Ребята, это ж мой флагов! Мой тоже здесь! А вот мой! Честь это какое! Пираты счастливы, господин губернатор Пираты сделать счастливым легко Вы попробуйте меня Где художник? Мы вернули флаги А из разрисованного камбала белья Сделают музей Местный музей Никто, кроме губернатора, туда ходить не будет Теперь мир не узнает О великом художнике Камбале Об этом не узнает даже он сам Об этом знаем только мы трое Это что изображено? Кораблик А это? Уже не помню Садись Плохо Настя-то я не умею рисовать Зато я не сплю никогда И знаю много страстных историй Девушки отдыхают Где? А ну-ка, если стать всех надежной! А ну-ка, если стать всех надежной! Господин Боцман, а зачем пирату брать уроки пеньги? Если хочешь стать капитаном, твои приказы должны непросто понимать. А понимать всем сердцем, разговоры разговорами, а вот пенье доходит до самого сердца. Дорогая, вы уже закончили? Вот смотри. Принеси мне воды. Несу уже, несу. Не надо сразу петь. Вуаля! Потрясающе! 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 любите тараканов и грязь а должны любить чистоту любите разрушать а должны любить созидать любите причинять боль подолжены любить причинять радость я сказала радость они недоумение которое у меня вызывает этот жалкий талер любите то должны любить это я точно знаю чего не любит она она не любит нас и пока она нас не любит в школе нас ничего хорошего не ждет как нам заставить ее полюбить нас у меня есть одна идея нет-нет-нет парень это против моих правил я могу использовать магию своего пения только для руководства коллективом пожалуйста нет отстань уходи почему потому что нельзя приказывать полюбить кого-то почему ты что книжек не читаешь потому что это будет насилие над волей кто-то полюбит кого-то против воли а потом кто-то будет несчастным но ведь когда капитан приказывает матросу делать работу которую тот не хочет делать матрос тоже становится несчастным это тоже насилие над волей я никогда не думал об этом в таком фарватере логически ты прав как там зовут вашу училку 3 3 3 в следующей четверти нам нужно будет укоротить школьную программу и уплотнить как только можно потому что мадам трюм кажется поют о вас исключено а сейчас поют о трех учениках нашей школы что все это значит я разберусь с этим господин директор дело идет медленно потому что нету визуального контакта когда он появится вон она еще раз услышу твое пение и бобо будет тебе я сразу знал что ничего из этого не получится нам нужно переходить в другую школу на острове нет другой школы честное слово всю душу вкладываю не понимаю почему не работает может вам сначала нужно приказать чтобы она любила вас а потом уже когда она будет вашей власти и легче будет заставить любить нас в этом определенно есть смысл вы сможете меня аккомпанировать выйти 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 на балкон посмотри же мне в голоса ты полюбишь меня она спит пойте громче ты полюбишь меня а я и это и и и и и и А-а-а-а-а-а! Связки взорвай! Не переживайте. Ваш голос скоро восстановится. А вдруг конкурс капитана? Я готовился к нему всю жизнь. А тут... Басман! Наш капитан сбежал. Завтра будем выбирать нового. Ты будешь участвовать? Будет. Я буду хороший, капитан. Я умею вышивать крестиком. Мы все умеем вышивать крестиком. Да. Да. Вот. И тоже мне... Мы все умеем вышивать крестиком. Мы другим. Я умею ковыряться в носу с помощью мысли. Ура! Виват новому капитану! Погодите, погодите. Просто послушайте господина Боцмана. Погодите, погодите. И когда ветер и мне небесло В резких глаз И ветер треплет мою бороду И мой бедный компас Поведет меня в путь Этот голос залезает в самую душу. А мне слышится Скрип обшивки корабля Когда ее сжимает кракер Из окровища На нем Отдай Море, море Из крайней океана Дай, ну-ка, звездой Вы, голубчик, любите петь А должны любить Не петь? Неправильно! А должны любить Меня Море, море Бескрайне огня Мы уходим В штормальный туман Мы уходим В штормальный туман Какая банальность! Извините, пожалуйста Я не хотел в вас попасть бутылкой Я думал, что здесь никого нет И поэтому кинул ее Не глядя Я не удивлен, сынок Я ни чему никогда не удивляюсь Мирно спать под сумм волн И получить бутылкой по голове Вы хотите, чтобы я Удивился этому? Ха-ха-ха Не смешайте меня Запомни, дружески Удивление Мать огорчения Когда пираты начинают удивляться У них сразу возникают проблемы Вот, смотри Ребята Удивительно красивый рассвет И солнце такое большое О, один удивился Четверо в больнице Это еще легко отделались Было очень приятно пообщаться Господин Лоцман Это была вполне ожидаемая встреча А давайте объединим наши коллекции И продадим на аукционе за бешеные деньги Какие деньги ты называешь бешеными? Любые Потому что любые деньги сводят меня с ума Что тут вас сводит с ума? Молодые люди Что вы там прячете? Ничего А вы, собственно, кто? Кажется, я знаю, кто это Это безумный фокусник И он обчистит нас до нитки Моих крышечек ему не видать Это бесполезно Он отвлекает внимание своими фокусами И забирает все, что хочет Я не буду смотреть Белые голуби Заяц с кармашкой Не смотрю, не смотрю Медведь на мотоцикле Ездит по натянутому канату Он забрал все Бабу, хватит уже переживать Это уже три дня сам не свой Да насобираем мы новые крышечки Дело не в крышечках Когда я отвлекся на медведя Фокусник забрал мою душу Он просто жулик с фокусами Не забирал он твою душу Забрал, Кир Я это чувствую Не могу радоваться Комета! Смотрите, комета! Ура! Летит, летит! Она летит! Ура! Какая красивая! Ах, хвостка! Косьма! О-о-о! Ребята! Это вам в честь кометы! Спасибо! Не чувствуешь радости? Не чувствую Что еще? Не могу пугаться Это же хорошо! Вулкан! Вулкан! Спасайся! А-а-а! Вулкан! Спасайся! Вулкан! Баба! Укрытие! Плохо передал атмосферу радости Когда была комета и мороженое И плохо передал атмосферу ужаса Когда был вулкан Садись, два! И печалиться тоже не могу Без души мне нечем Хорошо! Говорят, фокусник живет на заброшенном маяке Давай к нему съездим И вернем твою душу Тогда он заберет и твою Удивит тебя чем-нибудь Застанет врасплох И все Нам нужен тот, Кого удивить невозможно Неудивительно Предсказуемо Ну и что? Тем более Я вас сейчас увидела И полюбила С первого взгляда И что мне теперь? Удивиться? Ну пошла! Господин Лоцман! Почему-то я не удивлен Скажите, господин Лоцман Трудно ничему не удивляться? Сначала да Но потом привыкаешь Как мы научились? Это был вопрос жизни и смерти Я был слишком впечатлительным ребенком То приятно удивлялся, то неприятно Снова приятно И вдруг опять неприятно Люди, погода, собственные мысли Все могло удивить в любой момент И этот момент мог стать последним Сердце могло не выдержать таких сормов А теперь в нем Всегда Жти У меня нет души Но мне все равно страшно Меня это не удивляет Удиви меня Удиви Ладья на А6 Шах и мат, фокусник Лоцман Лоцман Реуголь Лоцман Реуголь Реуголь А вы что, знакомы? Мы были друзьями детства Два впечатлительных ребенка, которые удивлялись всему А потом фокусник решил, что нас должно быть больше Это был хороший план Если бы я нашел нужные фокусы, я бы изменил этот мир В нем были бы только впечатлительные люди, как мы А ты сгался? А тебя жажда впечатлять свела с ума И меня это совсем не удивляет Нет, она чуть не свела меня с ума Но я вовремя понял, как опасна может быть страсть Даже такая прекрасная, как фокусы В этом теперь моя работа Я спасаю людей от того, что может свести их с ума Крышечки? Крышечки Бриллианты Золото Деньги Лотерейные билеты Виниловые пластинки Футбольные команды А это женщина? Ха, я сводила с ума губернатора Что с тобой, друг? Я просто давно ничему не удивлялся Я не хотел, прости меня Все, все хорошо Ты удивительный человек Ты вернул мне способность удивляться Я удивляюсь твоей доброте Удивляюсь, что так долго не удивлялся Удивляюсь, что связался с этими детьми Вы хотели помочь нам? Это удивительно Удивительно Господин Фокусник, насчет крышечек уже все понятно Нам их не видать Но может вернете, Бобо, его душу? Хм? Плевать на крышечки Мы вернули трем людям душу Во-первых, тебе Во-вторых, Фокуснику Ведь мы вернули ему единственного друга А в-третьих, Лоцмана Ведь если не удивляться, значит и не жить по-настоящему Я использовал его прием Что? Когда он удивился, что так удивил Лоцмана Я забрал наши крышечки Он даже не заметил Ты мог бы стать Фокусником? Я больше люблю удивляться, чем удивлять Поэтому моя страсть – крышечки, а не фокусы Погодь! О, такое еще не было О, такое же Девушки отдыхают Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин